Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие в университете рабочих перспондентов. Тема занятия «Решение проблемы неравотрения марксизма и современности». Читаю тексту доктора философских наук профессора Александра Сергеевича Кагина. Здравствуйте, товарищи! Тема как будто далёкая от жизни. Спросите, если на улице прохожего, что такое мировоззрение, как вы к нему относитесь. Я думаю, от меня бошарахнулись. Сказали, дядя Дашка, что-то ты неделом занимаешься тут. Ну и, в общем-то, были бы правы, конечно, в общем. Но жизнь сегодняшняя показывает наоборот. Такой, с одной стороны, упадок, деградация самого мировоззрения в России. Сейчас я покажу это, например. А с другой стороны, обострение интереса в последние месяцы к этой теме. В частности, и у меня. Летом мы проводили конференцию в связи с двухсотлетием Маркса и с 170-летием. Со дня опубликования манифеста Коммунистейской партии. Вот это вот. Материалы этой конференции опубликованы вот в этой книжонке, сборнике. И тут моя статья о мировоззрении. И это взялся за статью о мировоззрении с такой узкопрактической задачей. А именно, что мы нашу работу в Красном университете и вот эту пропагандистскую ведем как раз с позиции целостного марксистского мировоззрения. То есть марксизм преподносим в контексте единства трех составных его частей. А тут проблема есть большая, я потом о ней расскажу. Да, и я-то думал, сяду, быстренько тут за вечер, за два и напишу эту статью-то. Ну и когда время подошло, сел, быстренько написал, но наткнулся на очень интересное противоречие. Одно очень интересное противоречие, связанное с тем, что в 60-м, 61-м, 62-м годах нам, собственно говоря, мировоззрение подменили. Вот странно звучит, да? В стране коммунистической вроде бы было марксистское мировоззрение, и вроде бы, я говорю, его подменили. Да, произошел вот такой идейный переворот, который тогда оказался незамеченным. И мною, пока я этим не занимался, вот не занялся вплотную, что называется, я этого тоже не замечал. Вот, в результате пришлось писать большую статью. И так я ее не дописал. Опубликовал две части этой статьи, а третью часть оставил, что, мол, допишу. Попозднее. Ну вот, все, руки не доходят, но я надеюсь, что я ее допишу и сдам тогда уже брошюры. Ну а что касается, значит, интереса у других, и обострение к этой теме интереса и недостатки ее, они видны сейчас, но практически везде. Скажем, ну вот, газета «Завтра», вроде бы, действительно такая патриотическая газета. Вроде они хотят быть с народом, значит, просвещают русский народ и другие братские народы в политических, идеологических проблемах. Но у самих, значит, каша была в голове, а сейчас она просто комом растет. Начинается с самого Александра Андреевича. Я, значит, я не хочу там как-то его хулить, чернить и так далее. Но когда бывший, вроде заявлявший себя красным человеком, значит, поет осану теперь церкви, религии, значит, Путину, то, в общем, это вызывает, конечно, вопросы. Ну и у самих работников газеты. Вот, скажем, Александр Нагорный, известный политолог, автор, заместитель, председатель изборского клуба, пишет. Похоже, вновь, уже на другом историческом витке, стремительно приближаемся к той точке бифуркации, где внутренние угрозы для системы становятся опаснее внешних. Кто ничего не понял? Ну-ка, расскажите, поделитесь. Ну, сказано буквально, что те угрозы, которые проистекают изнутри страны, опаснее внешних, поэтому давайте забудем разногласия внутренние и как-то будем сплоченно бороться с внешними угрозами. Ага, а бифуркация – это что такое? А, бифуркация – это момент, когда всё известно становится, так сказать, неясным и неопределённым до конца, и поэтому может принимать любое значение. Понятно, присаживайтесь. Спасибо большое. Значит, это такая знакомая интерпретация всякого неустройства, всякой какой-то проблемы, всякого конфликта. Что же касается бифуркации, я, как грамотный человек, знаю, что это термин новой такой модной философии – синергетика, которая обозначает конфликт или какую-то революционность, или какой-то кризис. И в этом смысле они и объясняют, что революция 1917 года – это бифуркация, 1991-й, 2003 год – это бифуркация. Теперь вот они нас пугают новой бифуркацией. Причём вот, значит, мы знаем предыдущую точку бифуркации в конце 80-х, в начале 90-х годов. Советский Союз не прошёл, в отличие от Китайской Народной Республики. Вот, оказывается, была точка бифуркации какая-то где-то, Советский Союз её не прошёл, а вот Китай прошёл. И вроде всё ясно. Ничего не ясно – это напущена тень на плетень. Из этой синергетики, которая родилась относительно недавно в химии и физике, как процесс самоорганизации материи на каком-то уровне. И они конкретный термин этой науки превращают в философскую категорию, которая призвана разъяснить сложнейшие социальные процессы. И затемнить простой теоретический вопрос, давно известный вопрос о социальной революции. И контрреволюция. Эта контрреволюция у нас произошла, а в Китае она не произошла, хотя готовилась в том же самом 89-м году. И я думаю, старшие товарищи помнят ситуацию, когда так называемые демократы буржуазные вывели на площадь Таньаньмынь несколько тысяч человек, но наученная Горбачёвским опытом китайское руководство, значит, послала силы, значит, дали там товарищам по мозгам, и с тех пор молодёжь уже о ней не знает и не помнит. Вот они будут отмечать, вернее, не отмечать, а вспомнят, и с удовлетворением себе поставят плюс, что мы правильно решили тогда эту проблему. И нашим мерзавцам бы, если бы дали по голове в 89-м году, и сейчас бы СССР была вторая после Китая держава. Значит, Америка не вышла бы из своего кризиса за счёт СССР. То есть, вот о каких материях идёт вещь, идёт разговор. Значит, а нам пытаются, ну, втюхать какую-то чушь. И у них, видимо, у самих мозги на бекрень, и нам они и хотят на бекрень поставить. Но всё-таки мы теперь уже большие мальчики, имеем тоже за плечами большой опыт, и нас на такой мякине не проведёшь. Дальше. Товарищ Владимир Овчинский. Я думаю, даже известный автор, доктор юридических наук. У него много толковых статей. Серьёзный, уважаемый человек. Но с мировоззрением под воздействием вот этой вот стихии тоже не всё в порядке. И даже уже с простыми понятиями не всё в порядке. Например, значит, отсюда следует вывод, что новая мировая война не просто неизбежна, а уже давно началась и находится на восходящем тренде. Причём гибридная война, и каких сейчас только нет войн, и информационная, и там ещё какая-то, идеологическая осталась. Значит, десятки уже войн всяких идут. Спросить только нам, товарищи, что такое война? Это известно всему миру. Слава богу, от французского автора. Ой, что-то выскочило. Фамилия-то известная. Война – это продолжение политики другими средствами. Какими средствами? Вооружёнными. С помощью оружия. Это борьба с помощью оружия. Оружие, слава богу, пока вот в таком масштабном виде, как он говорит, не используется. Поэтому это борьба. Острая, суровая, но это борьба. До войны пока ещё дело не дошло, кстати, и потом он в конце закругляется. Значит, просто начинают говорить на эту тему вслух, когда надо добиться каких-то целей. В данном случае, значит, дополнительное ассигнование Пентагону. Ну, так это давно известно, что Пентагон всегда напугает какой-нибудь заварухой с тем, чтобы выбить ассигнование на военную область. Ну, ничего тут особенного нет. Это нормальная вещь. Кого ты пугаешь? Американцев ты не напугаешь. Ну, только своих русских будешь пугать. Вот тебе и весь патриотизм. И, наконец, это гонка всех видов вооружения, включая, что сейчас особенно важно, сферу технологий потенциальных чёрных шаров. Но сфера технологий – это всё-таки не гонка вооружений. Гонка вооружений – это технологии военные, то есть вооружения. В вооружениях это известно. Значит, и наши новые веяния в военной сфере, в вооружении и в Америке. Чёрные шары – ну, этот вбросил, значит, термин. Один европейский учёный. Будем теперь думать, что это за чёрные шары. Как я скажу, на самом деле речь идёт о новых технологиях, которые могут быть использованы в военной сфере. Но с середины XX века известна шутка физиков. Физики, чем бы ни занимались, всё равно получается оружие. То есть, почти все открытия физические и химические можно использовать в военной сфере. Но это тоже давно известно. Ну, чё пугать народ-то? Значит, Америка представляет для нас угрозу полного свёртывания всех программ развития, о которых говорил Путин в своём федеральном бюджете. Поскольку бюджет-то у России один, его не хватает одновременно на гонку вооружений, на социально-экономическую модернизацию. Так бюджет-то у всех один. Только там военный бюджет в десять раз больше, чем в России. Вот и всё. Так ты об этом просто и скажешь. Никакой тут опять хитрости нет. Нет нужной какие-то выверты, что бывают там по два, по три бюджета. Наши ресурсы и возможности строго ограничены. Возьмите любой учебник. Мол, а в Америке не ограничены, они печатают там эти доллары. А у нас ограничены. Возьмите любой учебник с нынешнего курса экономики. Там сразу с этого начинается. С ограниченности ресурсов. И в чём-то с тем проблем. Проблем в ограниченности ресурсов. Они ограничены для всех. И для штатов тоже. И американские экономисты так об этом и пишут. Другое дело, что американская экономика – это высший уровень производительности труда в мире. Всё. Больше можете ни о чём не говорить. Прежде всего, труда у них высшая. Отсюда высшая экономика. Отсюда большие бюджеты, в том числе военные. Отсюда военная мощь. Отсюда возможность задавить всех неплательщиков или требующих выплаты долга. Отсюда долг 22 триллиона. Государственные. Да, только государственные, спасибо. Только государственные. 22 триллиона. И, значит, в конце года будет разыгрываться спектакль, что вот разрешит там Конгресс увеличить ещё на триллион долларов или не разрешит. Долго он не будет ему давать. Завтра последний день. Разрешит или не разрешит? Разрешит. Эту комедию мы уже наблюдаем несколько лет. Одну и ту же. Вот долги не отдаст. Почему? Потому что у него сильная армия и военно-морской флот. Да. Ну и можно много продолжать. Вот по одной газете на эту тему. И это всё вопросы мировоззренческие. Это значит, что у людей с мировоззрением очень большие проблемы. Но тут осрота в том, что они становятся всё более и более такими жалкими, что размывается мировоззрение. Если и были какие-то советские остатки, особенно у старшего поколения, то даже у них они размываются. Хотя в основе своей это относительно простые вещи. И размываться они стали не в 93-м году, кстати, а в 93-м году. А, и о мировоззрении. Ещё один интересный пример у меня. Встречались тут, значит, на груглом столе в интернете некоторые товарищи левого свойства. И среди них был Олег Румянцев. Его, наверное, уже мало кто-нибудь помнит. Кто-нибудь помнит, был такой деятель Олег Румянцев. Заместитель председателя Конституционной комиссии при Ельцине. Симпатичный молодой мужчина он тогда был. Вот они подготовили проект Конституции. Обсудили, приняли в качестве проекта. Ельцин наплевал на этот проект. Вынул какой-то свой и вбросил на референдум. С вопросом, вы за Конституцией Российской Федерации? И что бабушка должна была ответить, что она против Конституции Российской Федерации? Бабушка на такое не способна. Я способен. Потому что я понимаю, что это враньё от начала до конца. А бабушка, она не способна. Она, конечно, за Конституцию Российской Федерации. Тогда как? Если бы он был честным и они, и Румянцев, и Ельцин, я уж не говорю, были честными людьми, они бы сказали, что... И внесли на референдум. Вот пять проектов Конституции, причём те обсуждены народом, опубликованы широко. А этот не обсуждён, а вынут из заднего кармана. Вы за какой из этих проектов Конституции? И когда люди бы за какой-нибудь один проголосовали, это была бы Конституция. А Конституция, при которой мы живём, она фактически не принята. Поэтому глава избирательной комиссии на референдуме... Как уже начал я забывать, как его фамилия-то была? Никонов. Скорости был снят, потом направлен в Чехловакию посло. А бюллетени нечаянно сгорели. Ну, что за незадача, а? Сигарку. Да, обранили сигарку. Бюллетени сгорели. Это раз в истории только такое случилось, что бюллетени сгорели. Ну, и какого вы хотите права, какой вы хотите Конституции? Ну, я уж не говорю о том, что она не выполняется. Так она и не может выполняться. Потому что она несерьёзная. Она не Конституция. И это всё вопросы серьёзного мировоззренческого свойства. И вот этот, значит, сидит Олег Румянцев. Седенький, лысенький, располневщенький. Я думаю, человек за эти 30 лет поумнел, наверное. Значит, пришёл к каким-то выводам. Всё-таки на собственной шкуре так это всё испытал. Нет. Ничего подобного. Мы хотели демократического правового государства. А они развалили родину. Кто они? Вот кто-то они. Так это ты развалил, ты участник. Ты создавал социал-демократическую партию. Тебе в твоём институте, когда ты учился, объясняли, что социал-демократические партии – это проводники буржуазной идеологии в рабочем движении. Ты на научном коммунизме экзамен по этому поводу сдавал. И, наверное, получил пятёрку. А теперь эту галиматью гонишь, и уже тебе вот скоро 70, а ты всё дурак дураку. Мы хотели демократического правового государства. Порой государство – это масло масляное. Всякое государство правовое. Государство – это и есть само право и источник права. Источник права, значит, определяет этот источник класс, который стоит во главе государства и управляет этим государством. Гитлер – он нам не нравится, он плохой, мерзавец. Но он издаёт законы, и народ эти законы исполняет. Жизнью платит за их исполнение на фронтах. Это нехорошее право. Антигуманное. Но оно право. И право всегда служит сильным людям, господствующему классу. И ты, значит, теперь тебе уже под 70 лет, и ты все эти глупости повторяешь. Ну, сколько можно? Это глубокий мировоззренческий кризис. Глубочайший. Да, ну и на предисловие я тут задержался, хотел по Путину ещё привести примеры, но не хочется всё-таки тратить время. Я думаю, про Путина вы и так знаете, сейчас обсуждается эта тема, его послание, как он в очередной раз нас всех послал. Причём только год назад он уже нас посылал, но обещал, что всё, время больше нету, надо начинать, начнём, ориентиры есть, вперёд. А летом ободрал людей на миллион рублей и заставил работать лишние пять лет. Ну и начал. Это цинизм. И тоже, значит, с мировоззрением у неё тоже не всё в порядке. Хотя, конечно, КГБ – школа, это хорошая была школа. Но и она была поражена уже тогда кризисом и раздрением. Теперь перехожу я к основному вопросу, к основной теме. Так вот, когда я нашёл, что нам подменили мировоззрение, я был шокирован. Проверяется это очень просто. Значит, я думаю, а что же в учебниках было? Залез в старые учебники. Основа марсизма и ленизма. Они издавались несколько раз. Причём и редакторы тогда были тот же. Тогда он ещё был членом корреспондента. Константин Васильевич Константинов. Вот он был главным редактором. Доктор философских наук. Писал об эстмате. И читаем, что философия, она вот и является марксистским мировоззрением. Значит, это вот я не понимаю. Ну, я тогда, видимо, был молодой. Это в 68-м я поступил в университет философский. И я тогда этого не замечал, не понимал. Ну, и прочитал, проглотил, сдал экзамен. Получил пятёрку, поехал дальше. Тогда как марксизм, как учение, он состоит не только из философии. Он состоит из трёх частей. И это было разжёвано и Лениным, и Сталином. И кем только не разжёвано до войны. Три части марксизма. Философия, научный коммунизм, политическая экономия. А у них вдруг получается, что мировоззрение – это философия. Это подмена понятия. Это подмена идеологии. И это разделение мировоззрения на несоединимые части. И вот я работал, слава богу, в высшей партийной школе. В Таврическом дворце она была. Было три кафедры. Философия, политэкономия и, значит, научный коммунизм. А философия и научный коммунизм, они в одной кафедре их… Там всё-таки в одну кафедру запихали. А обычно три кафедры. И философы одним занимаются, другого не знают и знать не ходят. Экономисты другим занимаются, других не хотят. Научные коммунисты – третьи. И тоже никого не хотят знать. То есть, они как бы вот у психологов есть операция разделения частей мозга, левый и правый, полушарий, у, значит, таких буйно больных. Когда их разделяют, люди успокаиваются. Так и тут было, значит, разделили, и мировоззрения нету. Но в чём тут опасность? Опасность в том, что всякая общая теория, она выполняет методологическую функцию в отношении к более частным теориям. То есть, что-то более конкретное мы рассматриваем всегда с точки зрения более общей теории. Отдельную, частную теорию мы рассматриваем в свете общей теории. И мировоззрение, оно является таким как бы общим взглядом, который позволяет нам, значит, оценивать правильно и какие-то более частные вопросы. Но в нашей стране вот эта вот борьба мировоззрений и вот эта вот драма распадения, они привели, значит, к ситуациям, которые мне как-то вот трудно определить. Вчера или позавчера? Нет, для три назад. Игорь Чубайс, младший брат Чубайса, выступал у Ольги Скобеевой в программе «60 минут», знаете вы, да? Это вот моя выпускница, Ольга. И там что-то зашёл вопрос о репрессиях. И этот Игорь говорит, значит, вот Гитлер там всего там 2 миллиона, значит, что у него было там расстреляно в концлагерях. А у Сталина 55 миллионов, значит, было убито. Вот что это за феномен, скажем? Это ложь? Нет, это не ложь. Ложь, а всё-таки люди стараются как-то правдоподобно соврать-то, да? Чтобы им поверили. Эти миллионы Солженицынские, они, в общем, уже давно разоблачены. И никаких 60 миллионов Солженицынских нету. Это уже до всех дошло. Но до Игоря Чубайса, доктор философских наук, он почему-то этим пользуется. Причём публично по телевизору. Стало быть, это не ложь. Что это ещё может быть? Заблуждение. Тоже не заблуждение, доктор наук. Вряд ли он заблуждается. Я и думаю, что это уже привычка к этой цифре. Она уже вложилась в мировоззрение так, что он её просто автоматически повторяет. Уже не задумываясь на эту тему. А просто тиражирует, и всё. Это нам тиражировали, сколько я себя помню, со школьных лет. В школе в 65-м году я закончил школу. Я, в общем, как-то не слышал о этом сталинском терроре, о всяких этих ужасах. Это я познакомился в университете. Мне разъяснили историки КПСС. Что там расстреляно было, что-то чуть ли не 10 или 13 миллионов человек. Тоже я был в шоке. Начал тогда исследовать. Тогда понял, что это враньё. Это чушь. Или там, что Ленин организовал убийство Кирова. Тоже я специально тогда изучал этот вопрос. Сталин уничтожил Кирова. Специально изучал этот вопрос. И недавно посмотрел фильм «Великий гражданин». Показали тут по телевизору. Как раз сюжет взят из убийства Кирова. То есть тогда был создан фильм специально, чтобы показать и насторожить людей, как действовали враги против советской власти. И этот фильм нам не показывали тогда. Вот нам наговоры грязь лили на Сталина. Это 60-е, 70-е, 80-е годы. А правдивых вещей не показывали. Такого фильма нам не показывали. Да. Вот это ещё один пример. Такого сдвига в нервозрении. Значит, так вот, группа товарищей, философы, академики. Они устроили из этого корпоративную кормушку. Они там получились во всём идеологическом комплексе главные. И устроили себе кафедры философии, Академию общественных наук, там, значит, философия отдельная. Направления, диссертационные советы по философии. И массу-массу привилегий начали сдавать учебники. Купались, как сыры в масле. А на это им было наплевать. Тоже бы ладно. И в 60-м же году, видимо, по инерции было задание какое-то. Они выпустили книгу «Мировоззрение марксизма». И даже и неплохая книга. Но на что я обратил внимание? Так бы не обратил. Значит, авторство прилежит там какому-то Михайлову, какому-то доценту Михайлову. Тогда-то в редакционном совете, значит, Кусинин, известный вам всем, выдающийся деятель КПСС. Академики там, значит, Арбатов, Богомолов, Францев. В общем, там чуть ли не все академики философов. Неправильно я сказал. Значит, десяток там академиков в редакции. И почти все академики-философы, они участвовали в рецензировании этой книги, в обсуждениях. То есть, дали добро. И самый первый, который меня удивил. Там оказался и Бурласский. Бурласского, наверное, меньше знают. А он был таким авторитетным очень человеком. В последние годы тут уже при Ельцине он был главным редактором литературной газеты, из которой его сотрудники самые выперли. Да, кто такой Бурласский? Бурласский только что приехал из Украины, кончил институт права, искал работу, и тут его Кусинин нашел. И предложил ему простую вещь. А, где-то он прочитал статью Бурласского, что вот нам нужно больше демократии. Кусина, ну-ка, иди-ка сюда. А вот вы не могли бы углубить эту статью. Вот что, государственная диктатура бритерата, оно всё-таки уже сделало своё дело. Вот не пора ли перейти к общенародному государству, о котором вы говорите? А он-то просто перевёл демократию на русский язык. Государство народа или народных государств. Вот, вызвал его на дачу, сориентировал, и этот Бурласский среди этих академиков оказался ответственным автором вот этого раздела. То есть, я так понял, что вот… А, до этого я долго обсуждал, в некоторых статьях даже писал. Кто сделал это выдающееся открытие? Общенародное государство. Это же изменена концепция партии. Маркс, Ленин, Ленгельс, Сталин учили нас во многих трудах, что главное в марксизме – это диктатура бритерата. А тут вдруг товарищ говорит, что она устарела, и теперь вот нужно общее народное государство. Это какое-то гигантское открытие. Значит, где аплодисменты, где награды, где звёзды социалистического труда? Тишина. И тут вдруг, копаясь в биографии этого Бурлацкого, я нахожу эти вещи. Что, значит, втихую Кусенин происпользовал этого Бурлацкого, и ещё не кончилась работа над сборником, его уже выперли оттуда. Мавр сделал своё грязное дело, надо от него избавиться. И вот закончил он тем, что избавились от него в литературе, в конце концов. А он бедный жаловался, не понимал, почему. Человек такое открытие сделал, и в своих мемуарах пишет. Правда, я вот горжусь тем, что отменил, значит, в программе партии диктатуру пролетиента. Думаю, да, негодяй ты, негодяй, это тогда бы нам знать-то, тогда бы ты сказал. Да, и это произведение великое куда-то ушло, раз осталось, и больше про него не вспоминали. А осталось нам не мировоззрение марксизма, а философия марксизма, которая является мировоззрением, которая разделила сознание и даёт нам однобокое мировоззрение марксизма. Плюс, если кто грамотный человек вчитывался в произведение Маркса, то Энгельс в Людвиге Фейербахе «Конце немецкой классической философии» пишет, что в философии Гегеля заканчивается история философии, от неё остаётся метод, логика и диалектика. Остальное содержание знания уходит в положительную науку. И действительно, скажем, прошло уже сколько? Много лет-то? Двести после Гегеля. Да, двести уже прошло лет с публикования его науки логики. И никаких философских систем такого уровня не появилось, потому что она, как такое систематическое знание, закончилась. Знание стало слишком огромным, чтобы даже такие гении, как Гегель, могли его обобщить и представить в целостной системе философии. Поэтому было и сделано величайшее открытие и констатация, значит, что это закончилось, а осталась от философии методология, методика науки, способы исследования, научение теоретическое, что угодно. Но главное содержание – это положительная наука. и у нас материалистическое понимание истории, или социология, или политика, в смысле политология, или у нас это называлось научный коммунизм. Или ещё такое, какое-то наименование конкретных наук. Вот, стало быть, о чём могла идти речь. Всем было всё понятно, и это было истинно. Значит, и страна наша бурно и быстро развивалась, несмотря на то, что у неё было много врагов. Значит, что же касается структуры мировоззрения? Так, по этому кризису я всё рассказал? Да, наверное, всё. Вот с тех пор вот эта философия, она практически без изменений. 63-го года дожила до 93-го, и если сейчас взять новые учебники, они фактически копируют старые. Ну, там цитаты убрали старые, какие-то такие глупости откровенные, или опечатки, или что-нибудь в этом духе. А в принципе, придают ту же самую галиматив. Не хотят изучать Гегеля, не хотят изучать диалетику, как им завещали Маркс, Энвис, Ленин, Сталин. А изучают вот эту вот чушь Константиновскую. Значит, что же касается самого мировоззрения, то Маркс и сделал переворот. В чём состоял переворот? Переворот состоял в том, что до сих пор, до Маркса и Энгельса, было по большому счёту два вида идеологии – светская и религиозная. Господствующая была религиозная. Но всё-таки материалистическое мировоззрение, оно имело давние традиции с античных времён, развивалось худо-бедное, а наука, естественно, она, естественно, двигала деятелей науки к материалистическому мировоззрению. Но ей не хватало метода, как объясняет нам Энгельс в Людек и Фейербахе в конце немецкой классической философии. Метода дилектического. Метод отстал. Метод, с которого начинала философия когда-то. Метафизический метод. Но когда я до него доберусь, я поясню, что это такое. Мировоззрение стало не только материалистическим у Маркса и Энгельса, а и дилектическим. И это важное открытие. Сделано оно за счёт того, что они фактически сделали переворот в понимании общества, в понимании истории, осознали, что истории тоже движут законы и законы материального мира, поэтому она такая же наука, как и все прочие. И это и есть переворот в науке. Значит, поэтому изменилось всё мировоззрение. Вот я так абстрактно набросал его структурку. Основа любого мировоззрения, хоть религиозного, хоть материалистического, хоть китайского, хоть русского, она находится в чувственном восприятии. Человек и современный ребёнок, и древний человек начинает познавать мир чувственным образом. Но познавать, познание осуществляется тогда, когда деятельность выражается, выражается, осознаётся и выражается в художественной форме, как и ребёнок. Вот он рисует, или складывает картинки, или пазлы, или кубики, или ещё что-нибудь. Когда он составляет вот эти образы, у него структурируется мышление, и он понимает, как взаимодействуют части мира. Ну и, скажем, древние там эти вот знатоки, скажем, они на скалах арестовали там бизонов, волков, там львов, раненых бизонов, охотников. То есть пытались понять, как это всё делается. Значит, и там действительно такие очень неожиданные ракурсы есть вот в этих наскальных рисунках. И чем ребёнок развитие вот в этой сфере искусства, или чем он морально как бы образованнее, чем больше его научили там уважать старших, значит, опрятно одеваться, вести свои дела, тем прочнее у него вырабатываются основы и дальнейшего познания, и правильного познания мира. Вот, скажем, мне кажется, что вот особое значение имеет музыка. Большинство наших познаний мы получаем через глаза, и зрительное восприятие, и понимание, оно более развитое. Музыкальное оно меньше, но оно имеет более глубокое эмоциональное воздействие на человека. И когда человек привыкает с детства слушать, а тем более любить, хорошую классическую музыку, он волей-неволей приобщается к такому культурному, эмоциональному бытию, которое толкает его к культуре. Скажем, ну и сегодня, когда мы, скажем, где-нибудь на концертах сталкиваемся с какой-нибудь замечательной музыкой, она и... О, меня вот, хоть вроде я уже и пожилой человек, производит иногда такое ошеломляющее действие. Вот недавно, на 23 февраля, хор Александрова, военный, спели «Ави-Марию». Вроде немецкое произведение, старое, там, протестантское, но военные поют, но музыка настолько, она к месту, по существу, что она производит даже на меня, пожилого человека, сильное воздействие. Или, скажем, вот сейчас я минуты жизни трудную, люблю послушать, есть такая немецкая, русско-немецкая певица Елена Фишер, никто не слышал. Она родилась в Новосибирске, в 4 года ее родители увезли в Германию, она живет там. И сейчас это звезда такая эстрадная. Она устраивает концерты, причем иногда концерты из русских песен. И вот «Ави-Марию» среди прочих, она «Ави-Марию». Народ плачет, когда она поет. Причем там русские сидят часто на ее концертах. Поэтому эта сфера на самом деле, она очень важна. Но как-то занимается, мне кажется, даже в советское время занимались, но мало. Надо заниматься значительно больше. Поэтому, когда я отвел дочь в новые времена, тут младшую школу, в третьем классе вдруг тотальный мат. Это нонсенс. Мат в третьем классе, это нонсенс. Теперь закатывают концерты, вышел, значит, третий классник на проход, завалился и изображает истерику. Да нонсенс. Не должно быть такого воспитанного. Это человек очень невоспитанный. Почему невоспитанный? Не обращай внимания на эту сферу. Значит, это чувственная сфера познания. Здесь мы пользуемся такими средствами познания, как ощущение, восприятие, представление. Это обыденное сознание. Этим мы повседневно пользуемся. Но в школе начинается всё-таки переход к понятийному познанию, к понятиям. И вот до 59-го года в нашей стране логика формальная преподавалась в школе. И я недавно, только лет 5 или 7 назад увидел этот учебник логики для школы. Я удивился, он значительно лучше, чем те, которыми пользовались в вузах. А сейчас и в вузах бросили в большинстве преподавать логику. Отсюда тоже кризис мирозрений. То есть взрослые люди, они не понимают, чем они имеют дело в своей голове. Поэтому даже юрист, доктор философских наук такие совершают ошибки какие-то. Я уверен, что он знает, что война, Клаузевис, автор этой формулы. Война – это продолжение политики другими средствами вооружёнными. Это формула с 1812 года. Её вспоминают всегда военные. Значит, здесь мы пользуемся понятием суждением умозаключения. Суждение – это такое высказывание, которое может быть либо истиной, либо ложной. И здесь уже человек сталкивается с истиной. И проблема и у мировоззрения, и у философии действительно одна и та же. Это проблема истины. И тут мы не раз считали лекции или вспоминали про истину. И вы хорошо все знаете определение истины. Но дело в том, что одного определения мало. Мало понимать, что такое истина. Почему? Потому что Гегель же говорит, истина существует только как истинная система. то есть если вы знаете только одно определение войны или революции или что-то другое, мало. Нужна еще система знаний. Почему? Прежде чем сказать, почему, надо сказать, система это теория. Какая система? Теоретическая система, теория. Так вот, теория это развернутое понятие. Стало быть, понятие это свернутая теория. Поэтому мало одного понятия. А если вы им пользуетесь всерьез в системе, то вы стало быть опираетесь на всю теорию. Поэтому система она по крайней мере теория. Поэтому дальше и следует развернутое понятие. теория, пока она непроверенная практика, она гипотеза. Как только она проверена на практике, то есть доказана еще ее истинность, она становится теорией. Вот мы имеем теорию. И для науки это, если кто-то создал новую теорию, это все, это открытие, академик и так далее. Но и этого мало. Почему? Потому что в одной науке может быть несколько, и есть, как правило, несколько теорий. Поэтому существует необходимая следующая ступень – наука. Наука – это единство всех теорий, которые имеют какой-то там один корень. И всерьез, если человек хочет в чем-то разбираться, он должен добраться до науки, то есть знать все теории этой науки. Если вы хотите разбираться в экономике, то вот вам капитал, и вот смотрите, какие новации после капитала есть еще, когда вы это все изучите, тогда вы будете разбираться в современной экономике, будете экономистом в серьезном глубоком смысле слова. Если этого нету, проходите мимо. Да. Ну и на этом вот эта научная часть заканчивает. То есть мы познали какую-то науку, или несколько наук, но над ними теперь стоит методология. Вот это вот и есть методология. Или можно сказать, что это корень мировоззрения. Методология. Мы с вами знаем дилектическую методологию высшую, метафизическую методологию устаревшую, и третью я скажу чуть попозже, а начну с метафизической как предпосылки. И чтобы вам понимать, о чём идёт речь. Что такое метафизика, метафизический метод? Это возведение предмета в понятие, то есть скажем, война. Что такое война? Война – это продолжение, это та же политика, но использующая оружие. Это вооружённая борьба. Всё. не надо тут ничего пояснять, комментировать. Это ясно из определения. Это так и говорят. Это по определению, то есть само собой ясно. Или революция – это переход от одного строя государства экономического и политического к другому. Где-нибудь там в Ливии, в Египте, на Украине совершён переход к другому экономическому и политическому строю? Нет. Строй тот же самый. То есть одна ещё более реакционная сила устранила другую. Значит, тот Ярнкович, он тоже реакционная сила. Они сменили прогрессивную коммунистическую. Его устранили, этих устранят сейчас. И так эта чахода будет продолжаться, потому что они ведут не самостоятельную политику, а с помощью них против России ведёт политику Соединённые Штаты Америки. Но всё-таки не сами они ведут, поэтому нет войны между США и Россией. А есть подзуживание украинских реакционеров к такой войне, и даже война им не нужна. Им важно, чтобы огонь тлел, и чтобы Россия отвлекала ресурсы, внимание на это тление. Больше им ничего не надо. Да, под этот шумок потихонечку грабить эту несчастную кровь. Её, конечно, грабят вплоть до того, что вывозят оттуда чернозёг. Вот что такое метавический метод. Ну, и дилектический, значит, он из подволя развивался, скажем, Платон, Аристотель. Они использовали дилектические моменты, понятия, категории. Но развитую форму придал только Гегель в 1812-16 годах. И спрашивается, что же вот здесь? А здесь переход от вот этого религиозного вполне религиозного и стихийного образного мышления, тотемного и религиозного мышления к понятию и к методическому методу. И этот вопрос хорошо исследован нашей ленинградской исследовательницей Ольги Михайловны Фрейденберг. Она в годы войны без карточки одно время при больной матери старой престарелой вот писала вот эту книгу «Образ и понятие». То есть показывала, как трагедия переваривает старые вот эти религиозные мифологические тотемные образы в понятие, как она идёт к понятию и к философии таким образом. Поэтому это вот такое поле тут и религия, и мифология, и много-много всего. Из этого всего потом и родился метафизический метод, ну, в более-менее чистой форме у Аристотеля. Так что мировоззрение его основой является вот эта часть и вроде бы конец, и вроде бы самая маленькая, но с другой стороны, когда человек до неё доходит, до этой точки, он начинает смотреть вниз и усваивает всё остальное положительное содержание, в том числе общественные науки, естественные науки, которые являются основным содержанием мировоззрения. Методы, методология – это подготовка к действительному освоению естественной научной картины мира современной и социальной картины мира. То есть, вот марксист больше всего занимался этим. Естественными науками они мало занимались, и Энгельс еле-еле там дописал диалек ку-природу, но привести к публикации не смог. Только в 1925 году в СССР была опубликована эта диалектика природы, но и то она не носит такого систематического характера, поэтому эта задача в марксизме не выполнена, поэтому стоит задача диалектико-монералистического воспроизведения марксистского мировоззрения. Эта задача стоит, хотя изучать мировоззрение мы можем и так под тем литературным источником, которых у нас вот так полно. Спасибо, дорогие товарищи. Вопросы у нас есть, есть выступающие. Глёв Федорович, пожалуйста. Уважаемые товарищи, Александр Сергеевич в начале лекции затронул очень интересную тему, которая называется «Внешняя политика Соединённых Штатов Америки». Вот я немного хотел о ней сейчас сказать. Если вы проанализируете последние годы, последние 25-30 лет мировой истории, то вы увидите, что во внешней политике, в своей агрессивной эмбилистической политике, Штаты используют устоявшуюся систему, которая имеет циклический характер, она повторяется из раза в раз. Давайте вспомним 2000-й год. Что у нас произошло в Нью-Йорке в сентябре? Взрыв башен Близнецов. Первый. Первый, да. В 2001, спасибо. В 2001 году взорвали башни Близнецы. Аль-Каида направила самолёты в Мирный торговый центр. И встает вопрос, а кто создал эту Аль-Каиду? Кто вообще стоит за всем этим изначально? Ответ очевиден, это было выгодно самой Америке создать террористическую организацию. Да, они прямо не хотели, чтобы бомбили именно их, но они опять-таки этим воспользовались, вот этой вот трагедией, потому что эта террористическая организация, это для них проходной билет в Ирак. Они просто использовали это как повод, чтобы войти в Ирак. То есть у нас мы имеем систему, они создают террористическую организацию, которая устраивает террор в отношении какого-либо мирного населения, неважно какой страны. После этого они вводят войска на территорию того государства, где создана эта организация. И она создана именно там, куда им надо войти, где есть нефть, где есть природное богатство, именно в том месте, куда и должны войти их войска. Теперь давайте перенесемся в наше время. Аль-Каиды уже нет. У Бен-Ладена давно ликвидировали. На место Аль-Каиды пришло запрещенный в России ИГИЛ. Та же самая организация, тот же самый проходной билет, только в Сирию. И теперь они стали умнее. Они уже не позволяют им бомбить свой собственный народ. Они бомбят другие страны и устраивают террор, например, во Франции, у нас в России, вот в нашем городе. И это им опять-таки дает повод. Они говорят успокойтесь, всему миру говорят, успокойтесь, мы вас защитим, мы ведем свои войска. И России они то же самое говорят. Вот посмотрите, вы все братья по несчастью, вот странно, зачем ты, Россия, вводишь свои войска в эту Сирию? Да забери их обратно, чтобы мы могли спокойно навести там порядок. А по сути, для чего они это делают? Для того, чтобы взять Сирию в свою сферу влияния и проложить Саудовский газопровод в Европу. Ну, естественно, Россия понимает и Миллер там с Путиным, наверное, смеются и говорят, вы что думаете, нам не плевать на наших граждан, на то, что их взорвали или еще что-то, никуда мы не уберем войска, потому что нам не нужен газопровод. И мы будем выступать как борцы с фашизмом, борцы с терроризмом, да, мы этим будем прикрываться, и чтобы кто-нибудь это двигал и нас валил за это. Вот то, что мы борцы с мировым террором, ну, вот фонд Рабочая Академия называет это борьбой с фашизмом. Ну, если мы говорим про современный мир, то терроризм, ну, сейчас нет никаких народовольцев, никаких Александров-Ульяновых, которые бы занимались революционным терроризмом, поэтому понятие терроризма в современном мире и фашизма, я думаю, не коверен. Это любой террор, это террор, устраиваемый финансовой олигархии тех или иных стран. как бы, Россия, да, она помогает разгромить эту организацию, но, по сути, у нее интересы сугубо империалистические, и давайте прямо смотреть правде в глаза, террор, который произошел у нас год назад, это прямое следствие того, что Россия ввела войска в Сирию. И в Сирии сейчас идет настоящая империалистическая дележка. Просто определенные стороны там выступают под благовидным предлогом и называют себя миротворцем. Спасибо. Так я не понял, у вас Россия это империя и проводит политику империалистическую? Проводит империалистическую политику. Второй выступающий Молицов Степан Сергеевич, пожалуйста. Наверное, надо поблагодарить Александра Сергеевича. Интересный у него, так сказать, разбор был критический такой, концепции различных буржуазных писак, докторов и прочих. Но мне кажется, что сам Александр Сергеевич как философ тоже впал немножко в идеализм. Мы построим нам пирамиду такую, где вот эти науки сами по себе развиваются, все они стремятся к истинным методологиям сверху. Вот, есть общественные науки. Как-то вроде удивляется, как это доктор юридических наук не понимает каких-то простых вещей. А почему он не понимает? Потому что он выражает интересы определенных классов. Философия она партийна. Что нет такой науки философии, которая сама по себе развиваясь и к чему-то приведет. Есть интересы тех или иных философов, которые отражаются и отражают экономические интересы классов, которые они представляют в этой философии. Идет между ними борьба за мировоззрение. Оно не само по себе. У каждого класса свое мировоззрение. Поэтому здесь, мне кажется, слабоват лекция в этой части. Другое, например, термин «правовое государство». Вот Александр Сергеевич использовал и посмеялся. Ха-ха-ха. Правовое государство это масло масляное. Но на самом-то деле, ведь раз его ввели, значит, есть за этим какая-то основа. Правовое государство это что? Вот кто читал книгу «Семья хороший». Он описывает, например, когда Гитлер шел к власти и менялась сама идеология, законы это еще оставались предыдущие, они написаны вроде на бумаге. Но вот какой-то там школьник убивает журналиста известного, демократа, буржуазного демократа, который был против диктатуры Гитлера. Он убивает его за публикации, идет суд, и, значит, этот школьник говорит, что этот журналист мне начал угрожать, он на меня напал, я в порядке самозащиты его убил. И все соглашаются и значит, его оправдывают и делают национальным героем вот этого школьника-убийцу, по сути дела. Вот имеется в виду, что правовое государство это все-таки по крайней мере в уголовном праве, соответствие того, что написано и судебной практики. Когда этого нет, когда открытая диктатура, когда штурмовики идут, как на Украине, например, сносят все, решений никаких нет, они памятники сносят, это же не совсем правовое государство, даже буржуазное. Вот что имеется в виду под этим, когда этот социал-демократ этот размышлял о своих, так сказать, моделях, что он там хотел строить. Вот в этом ключе. Ну, а в целом, спасибо вам за лечение. Еще последний успехающий. тоже хочу присоединиться к выступающим. Тема сложнейшая, более философская, и Александр Сергеевич умеет максимально доходчиво вот эти сложные темы и вопросы раскрыть. Пошла дискуссия, это признак того, что лекция у нас задел за живое. Она подняла острые вопросы. Я бы хотел тоже буквально два слова сказать насчет выступлений. Ну, по поводу того, что там Россия империалистическая страна или нет, здесь копия, так сказать, давно ломались, здесь надо доказать, понимаете, не так бросить лозунг. Вот очень, очень хочется заклеймить нынешний наш буржуазный строй, крепкое словцо сказать, империалисты там и прочее, прочее, прочее. Надо рассмотреть, показать это дело, а не просто лозунги бросать с трибуны. Тем более, я бы сказал, наоборот, не заслуживают они того. В капиталистическом мире маленький капиталист стремится стать большим, большой, очень большим, а самый большой монополистом. Для них это гордое слово империалисты. Не тянет российская буржуазная власть и нынешняя буржуазная Россия на это гордое в кавычках буржуазный термин. Не тянет. И те, кто называет их империалистами, я бы сказать, заострю ситуацию, ну, и лебезят перед нынешней нашей властью. Понимаете? Голдым говорят, не заслужили они того. Ну, это к слову сказать. А в отношении, вот, продолжение темы поднятой Степан Сергеевичем, я согласен, да, в философии есть две партии, понятные геористы и материалисты. ну, нельзя здесь объять необъятные, так что Александр Сергеевич здесь затронул другой, так сказать, аспект. А что касается правового государства, я хочу поддержать полностью ту позицию, которую занял Александр Сергеевич. Правовое государство это не просто масло, масляное, это вот специальный термин буржуазный, который скрывает сущность любого государства, который скрыл марксиен, да, как аппарат господствующего класса. Марксича. Да, спасибо. Заключительно слово Александр Сергеевич. Ага, спасибо. Да, мне понравился ваш этот оборот, что не заслужили наши буржуи определение империалисты. Я думаю, было бы хорошо, если бы они хотели стать империалистами и стали бы ими. А нас разворовывает и гнобит мелкая буржуазия, которой мозги свои не могут в порядок привести. Это всё мелкобуржуазные идеологии. Они, как правильно говорит Ленин, отхватить кусок и сбежать. И они и сейчас отхватывают и сбегают за рубеж. Вот чем они занимаются. А империалисты, серьезные люди, вот как и говорит Виктор Иванович, они хотят ещё быть богаче, хотят американских задавить. вот это цель для империализма. И тут их бы, может быть, я бы и поддержал, что давайте, ребята, давите их, и я вам подмогну. А они, будучи без денег, без мозгов, ещё сопротивляются международному капитализму, американскому капитализму, который используют на других территориях, не у себя дома, у себя дома, у них вот правая права государства, демократия, всё, хоть ЛГБТ, хоть чем, хочешь занимайся, всё культурно, всё достойно. А на других территориях с Россией можно использовать фашистские методы. Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных кругов финансового капитала, наиболее реакционных кругов финансового капитала, который сосёт весь мир. Вот что такое фашизм? А это, что вы говорите, это детский сад. Что же касается правового государства, что вы меня удивили? Значит, это Маркс ещё в 19 веке был такой юрист и философствующий юрист Менгер, вот он тогда вылез с этим правовым государством. Значит, Маркс тогда ему дал по шапке, и они надолго заткнулись. И порой государство им подбросило ЦРУ, а ЦРУ воспринял Сахаров и понеслась. Давай правовое государство в СССР. Как будто в СССР не... Тут в чём фишка? Что в СССР не правовое государство, а нам нужно правовое. Вот они получили правовое государство, вот Румянцев его получил. Получите и распишитесь. правовое социалистическое государство. Это всё смешали. Ничего них нет. Это разные категории, разные уровни. Ничего я не смешал. Правовое государство это фальшивое определение. Это масло масляное. Это определение фальшивое. Правовое государство дайте нам. Дайте, чтобы оно было правовым. А СССР государство не правовое. Вот в чём фишка. И это был лозунг идеологии правового государства. Это знамя у Сахарова. Правовое государство. Откуда он взял? ЦРУ ему тогда подбросило. Теперь это уже известно. Вот и если мы сейчас будем выступать с правовым государством, там сверху что-то дурачки там какие-то правовое государство. Ну пусть выступают. Хорошо. Молодцы они. Правильно. Пусть поддерживают. Мы не дурачки. Мы сейчас власть у нас диктатура мелкой буржуазии. И в этом наша трагедия. Наша трагедия от того, что у нас капитализм, да еще отсталый, гнусный, мелкобуржуазный капитализм, который ворует теперь уже миллиардами, десятками миллиардов. И начальство государства смотрит на них что-то ребята неправильно занимаются, тут надо их немножко приструнить. 30 миллиардов много. Еще 9 миллиардов за Харченко. вроде еще ладно. А тут аж 30. Ну много. Так что дорогие товарищи, фашизм, есть у Михаила Васильевича книга теперь современный фашизм. ее почитали? Ну и вас не убедила такая интерпретация фашизма? Не убедила. Не убедила? Нет. Странно. Ну значит еще мы дискутируем. Спасибо дорогие товарищи. Спасибо Александр Сергеевич на этом мы заканчиваем. следующий четверг мы не встречаемся. День предпраздничный 7 марта день короткий я думаю что не все сюда доберутся будут поздравлять. Так можешь спросить? Нет. Уже все. В плане пользуясь случаем поздравляем всех присутствующих здесь женщин этих наших слушателей которые соединяющие не только женскую красоту вечерования и еще возможность учиться работать во благо рабочему классу. Так встречаемся мы 14 марта через неделю тема занятия борьба с новой оппозицией и правым уклоном ВКПБ читаем тексту доцент Карпов до свидания субтитры субтитры